Вольво официально представила кроссовер EX30, свой самый компактный и доступный электромобиль по цене 36 тысяч долларов. Он копирует некоторые элементы дизайна у старшего брата EX90, но в целом выполнен в минималистичном дизайне как снаружи, так и внутри. Электромобиль Вольво EX30 выполнен в фирменном рубленном стиле и напоминает по дизайну старшего брата EX90. У него длинный капот, тоненькие светодиодные фары и изогнутая оконная линия. Заднее стекло прикрыто спойлером, а фонари соединены тоненькими диодными полосами. Базовая версия новинки оснащается одним мотором мощностью 268 л.с. и железо-фосфатным литиевым АКБ емкостью 54 кВт-часов, запас хода 344 км. В других модификациях литиевая батарея состоит из никель-марганец-кобальтовых элементов питания и содержит уже 64 кВт-часов, что повышает запас хода с 344 до 480 км с задним приводом и 460 км с полным. В ПРО-версии два электромотора, выдающие 428 л.с. Разгон с места до 100 км в час занимает 5,7 секунды у моноприводной версии и 3,6 секунды у полноприводной. В отделке салона используются весьма нетипичные материалы вроде шерсти, льна или джинсовой ткани. Часть материалов получены путем вторичной переработки. Электромобиль Volvo X30 не имеет щитка приборов. Все показания выведены на большой центральный тачскрин портретного формата 12,3 дюйма. Мультимедийная система создана на базе Google Android. Между передними сидениями расположена оригинальная консоль с выдвижным ящиком. На передней панели от стойки к стойке разместился саундбар из нескольких динамиков, дополненный высококачественной звуковой системой Harman Kardon. Пассажиры заднего ряда могут хранить телефоны в карманах на спинках передних сидений. Volvo X30 получил пять разных тем внутреннего освещения. Каждая тема отображает разный скандинавский пейзаж и деликатно меняет подсвеченные цвета, чтобы владельцу охватывало чувство покоя. Оснащение Volvo X30 весьма богатое. В базе есть 18-дюймовые диски, подогрев руля и сидений. Акустика мощностью 1040 Вт, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности. Топовая версия получила электропривод сидений, парковочный автопилот, панорамную крышу, камеры кругового обзора. Функция Park Pilot Assist определит любые свободные парковочные места вокруг авто. Владелец может в один клик на 3D-интерфейсе выбрать желаемое паркоместо, а система будет самостоятельно управлять ускорением, тормозами и рулем. Электрокроссовер очень быстро заряжается. Вариант Twin Motor с увеличенным запасом хода имеет зарядную мощность батареи до 153 кВт, в то время как зарядная мощность электромобиля со стандартным запасом хода составляет 134 кВт. Для зарядки аккумулятора от 10 до 80% требуется около 25 минут. На центральном дисплее авто или через приложение владелец может самостоятельно настраивать время начала зарядки и максимально допустимый уровень, а также силу тока для заряда. Электрокар уже можно заказать по предварительной заявке в Европе по цене от 36 тысяч долларов. А вот версия Cross Country с 19-дюймовой внедорожной резиной, пластиковым обвесом и увеличенным клиренсом, предназначенная для покорения бездорожья, поступит в производство до конца 2024 года. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующее видео и поставить лайк. Нам очень важна ваша оценка. До скорой встречи.